Всем привет! Я хочу сегодня сделать тефтели. Дочь попросила сделать тефтели в каком-то интересном соусе. И я вот хочу предложить вам такой вариант. Это будут тефтели в бешамель, томатный бешамель, бешамельный соус. Нам понадобится небольшая луковица. Мы ее мелко порежем. Максимально мелко, потому что она пойдет в фарш. Слегка придется, слегка надо будет ее обжарить. Только для того, чтобы убрать этот острый луковый вкус. Теперь нам понадобится еще два зубчика чеснока. Один пойдет бешамель, а один прямо вот сейчас, прямо с луком чуть обжарить. И так, теперь разогреваем сковороду. Добавили чесночок и лук нам надо чуть-чуть буквально припустить, чтобы он потерял свою горечь. Итак, давайте продолжим. У нас где-то грамм шестьсот курино-эндюшиного фарша. Мы сюда добавляем гучок, который мы обжарили. Слегка. Я заранее отварил почти до полной готовности. Немного риса. Где-то треть можно от количества положить. Вот так, я думаю, будет достаточно. И теперь приправой. Паприку. Где-то чайную ложечку, чуть меньше соли. Молотый перец. И еще я люблю добавить буквально на кончике ножа, вот где-то так, мускатного ореха молотого. Добавляет определенную пикантность к мясу, особенно в септелях. И для хорошего аромата можно еще добавить чуть-чуть барбекю. Буквально в чайную ложечку. И теперь нам необходимо все это хорошенечко перемешать. Перемешиваем минут пять до однородной массы, чтобы все смешалось. Все пряности, рис, пучок. Можно отбить. Перемешиваем минут пять. Теперь нам надо сделать шарики. Опускаем форму. Они должны быть все одинаковые. Одинакового размера, одинакового веса. Ну, на глаз так, плюс-минь. И так, плюс-минь. Вот так вот мы сформировали наши шарики. И теперь будем готовить соус бешамель. 50 грамм масла надо растопить. Добавляем чесночок. И как масло растает, добавляем муку. Масло закипело, можно добавить чуть-чуть муки. Где-то ложечку. Вот такую ложечку сборки. Будет как загустить. Маловато. Можно еще. Еще одну ложечку. Размешиваем, чтобы не было комочков. До гладкой ассистенции. Теперь можно добавить молока. Маловато. Маловато. Ну, погиб. Нет, это очень��енько стал хорошимю. У нас соусствовали из doit. Непонраф� 사례. Теперь уже есть каждая. Яiros, что-то помещит соус, Elon,iczку, sailing. Он diskу bush Healthy 촬영а? Во。 Может п bites? вот у нас получилась такая масса как пюре это прекрасно гладенькая теперь две ложки томата теперь нам надо немножко присолить поперчить поперчили и для равновесия буквально чуть-чуть сахара потому что там от паста у нас кисловата и водой доводим до жидкого необходимого нам состояния воду добавляем медленность чтобы понять какая у нас общая масса густоты понять какая густота нам необходима на маленьком огне еще немножко теперь когда соус наш готов мы его заливаем в нашу форму чтобы он полностью покрыл наши тефтели поливаем все и отправляем в духовку на 180 градусов минут на 15 или 20 я думаю 20 пока прогреется стеклянная форма духовка разогрелась и мы отправляем тефтели на 20 минут вот такие получились у нас тефтели и соус очень густой такой карамельный можно подавать это с пюре или рисом вот такая вкуснятина у нас получилось всем приятного аппетита и и и Субтитры создавал DimaTorzok